всем привет добро пожаловать на канал герой метагейминга чего-то похоже на какую-то ровность все не произошло всем привет меня зовут пашка добро пожаловать до под этот милый лофай который выбрали мы для финала нашей истории по седьмому морю сегодня вольный торговцы отправиться в свое финальное последнее плавание из которого наверно не вернуться вот но узнаем все узнаем все увидим один вольный торговец уже не вернулся будь он проклят мною лично он в принципе как и в дискорде не появляется и в нашем чате в общем давайте не будем тянуть кирилла на игру представимся вспомним что было в прошлом стриме эпизоде и начнем конец санечка всем здравствуйте меня зовут александра сегодня я отыгрываю виолетту и штольца молодую прекрасную девушку которая не так давно стала капитаном замечательного корабля виолетта или как его раньше называли он гинглик она сильная мощная единственная выжившая от белой чмы не владеет магией зато владеет магическим оружием еще есть у него дядя и единственный и замечательный помощник так сказать правая рука рикардо доривуэльто собирается сбежать на своем корабле кум но стать капитаном поймать все должен быть от виолетки которые относятся к своей команде как к своим детям ты даже не знаешь как зовут хоть одного члена твоей команды по имени про мире карта своим детям которых только убили там кости михаил как-то грустно всем привет я же не мой персонаж рикардо ангел роберто акоста доривуэльто кастильский фехтовальщик распрощавшийся к концу третьего сезона со своей банданой потому что ему сказали что он больше похож на кастильского говнаря прекрасный фехтовальщик отлично старший помощник настоящий искатель приключений всегда верный своей команде любой или ипостаси блестящий здрасте дали лады сегодня не дали лады сегодня в последний раз кор хелм хелм кордет кор кордет и всякая такая штука которая с нашего снашивается словом кордет а и лысый красивый длинного роды мощные владею магии не владею больше мы или сельпала где-то там в чужих домах русских кстати говоря услуг служит в усурских домах она будет храниться у кого-нибудь на стене от камином висеть чучело медведя и все и грустить я буду вместе с ней даже смелись и кстати рассчитывал на сегодня франсуа дали гею калиб ворота воротом короче рассчитывал дать ему шанс стать капитаном от тварин тварина не тварина иначе не появился все красрал для своей части кирилл ты не будешь смотреть на зависимый просрал все ты хотел а что у нас было в прошлых на прошлом стриме в прошлых эпизодах расскажет виолетта это очень диму вынулась я вам скажу как обычно если я не ошибаюсь в прошлом эпизоде мы ушли попрощавшись с матушкой от матушки корхель попрощался со своей семьей ненадолго и попрощалась надолго со своим дядей и мы пошли ненадолго и мы пошли погружаться на самое дно озера бдения для того чтобы привести в действие последний артефакт сернецкий дабы какое-то нечто вышло из что из пучины морского вместе победим этот рассказ мы пошли на дно морское набравшись чего-то я уже помню обмазать своим последним дыханием буквально отдала нам свои силы и нас появились авры и мы пошли на дно морское чтобы найти там последний артефакт запустить его и предотвратить пришествие нет чтобы всплыл сраный остров это я помню поскольку так и сказал вот был остров и на этом остров должен что провести чтобы препятствует пришествию сернетов но когда мы вылезли потому уже нажали артефакт этот привели в действие и всплыли так сказать наверх мы встретили компашку из некоторых личностей если мне ваша подскажет там была девушка а там было шалова фала и гидрандом и какие-то парни до которые такие вы чё тут вообще ныряете это наши воды вот и как бы но кто-то своим острым язычком все-таки убедил что мы ничего не знаем никаких сокровищ ничего мы там не нашли ничего не привели в действие просто искупались и как бы давайте вместе дружной компании будем вместе изучать где же эти артефакты которые находятся где-то за угненной стеной ну все давайте до свидания и мы отправились как собрались отправляться куда-то короче в моря то место где должен всплыть этот остров и встретили встрече ли наши корабли да именно так все и не было даже про остров все было правильно что далее ой про остров про артефакт дали рассказал все было правильно после этого кот вас вывел в город одесса куда вы направили ваш корабль древельта сернецкий и где по моему код сказал что матушка чувствовала там силу этого самого мощного волшебника который должен бродить или родился уже который с принцессой доминик носила у себя под сердцем вот там до после того как вы убили черепах насекомое в память о вас вернулась к людям естественно ваша команда вандаш команды лет ты свергла тех капитанов возможно долго сомневались все таки как бы вы провоживать ее или нет но потом решили что ладно преданность виолетте превыше всего вот естественно все это вернулось на круги своя вы вернулись кархельм толкну блестящую вдохновляющую но немножко грустную в конце из-за музыки речь для своей команды которая встретила его очень тепло как и всех остальных вот и а еще было то что велитка слышал у себя в голове какие-то голоса о том что спрашивали что делать то господин мы с принцессой хочу делать команда вспомнила старых ручей и как быть собственно вот и закончили на эпическая речь кархельма предыдущий стрим и предыдущий эпизод вот что еще напомнить напомню то что наверное что ваш корабль который до револьта который с фильмой с васи вот с этими всеми тот ваш сернецкий корабль его в порту нет когда он приплывет прилично времени должна по вашим расчетам плюс минус он должен прибыть буквально на днях так и в принципе все наверно сейчас я выключу эту прекрасную к сожалению вынужден выключить эту прекрасную музыку включить непрекрасную но такого селя во пока вы еще в уссоре включу русскую музыку грустно и остасковался по балалайкам да славик базе waterfall будет никогда уже славику водопада славику водопада больше не будет никогда так сейчас одну ой миллиард кнопок по которым я промахиваюсь в общем закат дня наверно зимнего морозец вы находитесь действительно в портовом городе одесса под названием город немаленьких средний средний обычный в целом порт которых вы видали достаточно много да немножко построен архитектурно отличающийся немного от тех городов уссорских которые вы видели до этого он окружен огромными огромными стенами наверное высотой порядка 25-30 метров таких высоких и шириной наверное в в 2-3 метра огромными огромными камнями сложенными практически друг на друга возможно построенными скорее всего не людьми будем теории заговора пирамиды тоже построили не люди инопланетяне построили пирамид вот и эти стены построили тоже инопланетяне скорее всего вот точно такие же камни весь город выложен камнем все мостовые вложил жены камнями скорее как вся остальная часть пее они усура вот такой более европейский город находясь пройдясь скажем так по городу к порту или осматривая прибрежную часть набережные видите что несмотря на то что город захвачен монтэнем официально вот но жизнь идет как и шла в общем рядом с вашими кораблями или в бухте вы видите стоящих на якоре различные видно что торговые корабли ты картель ему сдаешь наверное ваши вместо моно виньярские достаточно много преобладающее количество веста моно виньярских кораблей видимо основной партнер скажем так торговый вот есть естественно монтэнские корабли с их флагами с их солнцем по набережной ходят небольшое количество гвардейцев и мушкетеров разговаривает переговаривающихся между собой на монтэнском но в остальном как бы все как жил город так и живет не вот никаких вы видите ни разрушений ничего никаких драк на чисток виселиц или чего такого абсолютно ничего вообще вот и что вы хотите господа вольные торговцы и да охрен его знает наверно побухав ночевку с команды угодную сказать немножко чтобы напомнить вообще чё какая фигня была да был последний артефакт на который для для запуска которого артефакт механизм для запуска спастились на дно ну да после этого остров должен подняться в зеркальном море это собственно материк вы видели на карте вот на этом острове есть механизмы устройства которые позволят либо сломать барьер сразу же либо закрыть его для того чтобы энергия была для нужен вот этот маг не знаю передастся магия матери доминик потому что вильма рассказывал вам что есть какие-то ритуалы в книга что можно передать маг не обязательно матери можно кому угодно попробовать передать вот родила она или нет вы не знаете единственное что вот кот сказал что она скорее всего где-то в этом городе в этом городе а была она на кораблях джонни с вашими ребятами потому что я не похитил оборот она была у вас покажу к ее не похитил да она была с вами а сейчас на битвы до данную в любом случае сама сама собой а утром на крыльцо за свою бороду и сматриваясь вокруг стают и вы делаете спускаюсь наверное разгорюл лесник команда готова к чему бы то ни было молодцы уж и я всегда я не знаю чем готовится в школе но пока мы пока здесь торчим нам нужно тут сказать не какую-то барышню временную не удивляйся не буду ты рассказывать это значит пойду улица возьму свою команду альфа и где придурки которые заменяли это вас они барышни ты забрали а куда они делись так я узнаю город куда-то кто-то и у но нам бы не думали искать думали с ними барышня о слухай бери-ка ты бери-ка ты сок он сам команде ничего бойцов вот на полу достигал вот 20 лисник джон на поменьше бережоньку бери еще с вами потерять пацанов и топайте-ка в город повреди на и тело пищу на лысого старого бородатого и привести к травочку навести справочке говорю кого люди наведи почему очень попробуйте узнать это же порчу на виду ну как это видимо кассе встреча спросить за бладжу чеканной монетой где-то меня разбрасывайся не дефицитный джонор хотя мы же кассу вернули нашу о у нас же тринадцать кораблей наш тринадцать кассы нет ты же пять тысяч отправил значит в фильме в гамалон я пока пойду развяжу пару языков и возможно немножко свой разом и прочешем город позади поспрашиваем наверно что может быть найдут каких-нибудь не очень честных товарищей я не прячься давай только в тавернах слишком много не спрашивай а то спрашивайся что потом придется искать по всему городу пьяного даешь не бью точно зажжешь 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 зажжу ладно ступай держи меня в курсах на вечер вернем в общем вернемся я этим временем спускаюсь по трапу на причал ваш паша фото спустить перехожу по другому трапу соседний корабль в борт я и там в смысле живые годом команда кто тут у вас капитан начинка здесь как всегда курхельм отзываю отзываюсь я где-то огромная надпись на борту корабля виолет подозрительно свежая уже подкрашена даты явно ночью краскил матрос шоу рикарду ночь прошла да неплохо вычетом того что какого-то дьявола я встал ни свет ни заря я еще не успел поспрашивать команду но капитан никому неизвестно куда делись эти самозванцы никому неизвестно поэтому я пришел за вами искать спец отрядом чтобы забрать вас и пойти в город и искать не водяй я послал своих пацанов но в любом случае я наверное в этот момент спускаю там скажем с мачты где что-то там делал поправлял чему поправлять на мачте останется заказом и я все утро думаю насчет нашего насчет предполагаемой цели нашего путешествия и вот что единственное понятно но это и так очевидно каждому дураку замок не открыть без ключа и то и другое по отдельности бесполезно поэтому если мы не найдем мантинскую принцессу то вся наша затея все наши старания по сути прикажут долго жить а ты смекаешь поэтому игру берем вот это ну я просто про то кархель что воодушевленная твоей речью вчера такое ощущение что все собирались уже брать проклятую остров зеркальном море на абордаж по крайней мере это повлияло даже на нашу команду на генблике мне пришлось успокоить пару не в меру лети в их ребят которые чуть ли не планировали хватать шлюпки и плыть на разведку все правильно в россии может ходить ко мне в команду собирай там вот звали своего капитана что мы пойдем вместе в город поищем хоть какие следа хочу сидеть жопой просиживать сколько можно тем более таким прекрасным днем капитан франсуа ворота не у вас нет я думал он у вас по длине как объявится в часе скажу где но и лета как спалось слышала франсуа пропал я в этом не слышал такие информации это он там висит у тебя находится наверно опять блюют морские приключения не его вполне вероятном жаль он показал себе смельчаком ничего справимся втроем 30 паре как я не помню в прошлом эпизоде говорила вам о том что слышал некий не сочтите меня странный это будет достойно завершение спасибо что были с нами в общем слышала я голоса как будто бы обращался кому-то человек мужчина средних лет не знает что делать дальше что команда все вспомнилась по всему наши команды все вспомнили респективно решим чтобы ты слышал это в подсознании но так и было я имею ввиду что она сказала бы я просто не обратил внимания сказал бы ли об этом не важно но интересно а были какие-то детали чайк гудения нет ну посторонних шумов нет это только голос человека который тебя телепатически грубо говоря сравнивать с чем-то фэнтезийным говорить тебе послание вот кроме того что они вынуждены свалить то что они прихватили с собой принцессу и они два раза связывались спрашивая час все таки делать что у меня ответил как вообще они с тобой вот вышли на контакт я задаюсь тем же вопрос я задаюсь тем же как они тебя назвали когда звонили как они меня звали когда звонили но они явно не ко мне обращать они говорили босс господин ну а не по имени секундочку давайте условимся так наша команда это наша команда если мы не будем верить друг другу но это уже совсем ни на что не похоже я не знаю таким образом со мной еще никто не связывался с я думал что сошла с ума на всей этой почве это принцесса эти голоса говард твой ну капитан за вычетом самой нереальности происходящего надо сказать что разговор то в общем то вписываются нормальные рамки они напуганы они потеряны они думали что их маскарад длится долго но это понятно но почему это у меня в голове а давайте свяжемся с фильмами она же у меня магичка она может подскажет когда наладить психологическим у меня слова сказать вверху то я сам в общем-то сведуешь магии тебя приходит ничего в голову моя весная магия она немножко отличается от этого дерьма да да тогда в переулке я насладился в полной мере поэтому вряд ли я бы мог лишь попробовать прочувствовать тонкие эти магические но по сути давайте расположим так магия во мне ну нихринулечки правильно каким но у меня есть кольцо о может быть через него а можете что раньше со мной не связывались через кольцо но судя по всему кольцо активирует меня кольцо данного еще в конце первого кольцо активирует меч у меня есть еще такой камушек который насколько я поняла предотвращает монеты это точно знаю что предотвращать магию камушку что же еще у меня есть этот чаша благодаря которой я связываюсь с фильмы так может быть чаще и с этой штуку связывает узы но раньше то я такого не было чаши у меня вообще сайдзена также как и кольцо чаша с кольцом одновременно появились если наш вас видимо передаватели а да точно может одно на другое непонятно нужен мастер магических дел кто бы это мог быть интересно спрашиваете вы меня на новую большому усурском городе я думал есть найдется по нибудь ляши как зовут усурских холдов я разбираюсь в магии не больше вы знаете что их магия иного источника то есть не поможет не забугорную назовем это так короче она питается от земли одним словом без связи с фильмы не обойтись воли водичку надрезаю себе пол руки капаю пару капель крови аккуратненько соблюдайте технику безопасности не доплывешь до островов и размешиваю звук диаловского модера я просто пытаюсь найти это ваш звонок очень в очереди я просто хочу найти меня связь наступает появляется очертание видимо вы где в море на корабле у вас все в порядке да мы в какой-то момент пришло осознание и вернулись все воспоминания и я помню что наше отношение строится о судьба мира наканула вы печете со своих отношениях что вы хотели спросить что мы скоро будем куда есть о чем поговорить где вы находитесь мы сейчас в одессе как раз мы же и договаривались там встретиться я думаю что мы наверное в дне в полуторах пути мы сейчас ищем принцессу она где-то здесь в городе прекрасно какое совпадение как будто в игре играем у меня есть один вопрос буквально вчера каким-то образом со мной словно произошел контакт я слышала голоса в своей голове но они явно были обращены не ко мне не помню чтобы я была боссом какой-то организации что это может быть первое что приходит мне в голову это могут быть такие же какие-то технологии или артефакты фернета наша чаша и вода это по сути примерно тот же самый артефакт здорованный нам можно как-то отследить обратный сигнал что я слушаю чей-то голос там да да сервер это рикардо вы я думаю вы меня помните по нашим приключениям войска я в общем-то действительно хотел спросить а если возможность узнать кто явился источником этого видения которое явилось нашему капитану ну это нужно знать какие у вас артефакты что вы находили пока были в уссоре и оборачиваясь к веолетте этот момент у меня из артефактов только кольцо у меня есть сильный сервис кипом камень на это который мая съедать но это не только что у тебя есть не только что у тебя есть пока она лазит по своему инвентарю ну я подхожу чашу фильмочка ты не все перечисли мы поговорим когда я поеду поговорим а потом я поеду к маме лазит папе ну погоди папа у меня губернатор между прочим я теперь нет пути обратно лазит я люблю тебя рельма вспомню об этом все что было то блажь когда нагревал морозилку и обманывал меня а вот я был вверх себя от чувств нахлынувшись на меня тот момент я давлю смеху в этот момент вспоминаю на похождение она обзывается рекорды я склоняюсь твоему уху боюсь капитан что вам понадобится несколько новых татуировок я думаю что разговор будет не только у меня к тебе но и у ванны много вопросов особенно после того как ты сказал что ты нашел свою старую семью до хотел ей сказать это искать лично но да скажи нашел маму ее и брата сложно объяснить уже давно все перестало быть просто ли вот в общем потом а потом я думаю что судя потому что говорит фрэнки мы и эрика мы паре дней может быть даже быстрее корабль мучит как кстати вера как там сестра немножко удивлена что плывет на корабле до револьта можете передать ей что я называл его экстрамзо откуда вы возникло имя до револьта немаленькими да она очень ждет встречи с тобой я могу пробросить память да ну зачем я все равно скажу мы просто это прямо за тык происходит я думал вспомнишь за две недели у тебя были ракушечки которые нашла у мертвого рыцаря обыскивая его ну а я не первый раз слышу да я помню про ракушки думала будет бетюшки какие-то это единственное что у тебя еще есть и скорее всего голоса тебе говорят только другие теперь что это скорее всего я хочу приложить ухо к ракушке ракушку ухи к ракушке ухи к ракушке на так так это не работает место просто слышу океан ну ветер шумит если быть честным океан ты сейчас море сейчас слышишь да вы на корабле это ракушки хорошо каким-то образом она активируется и в общем это единственное что у тебя осталось сернецкого что могло бы быть используя что ты нашла не дам их там только 4 было только 5 я уже не помню я говорю об этом фильме но я рассматриваю пытаюсь потерей ухты ни хера себе ведьма кидая если ну ты рассказываешь показываешь она говорит я слыхала мы когда это было очень необходимо использовали нить подобные возможно но считалось что они уже в общем давно не было даже в обществе исследователей осталось всего немножко несколько таких ракушек их можно использовать для собственно передачи сообщения вот мы передал можно передавать сообщение к сожалению когда передается сообщение ракушка разрушается поэтому собственно это единичного использования артефакт поэтому их так собственно практически не осталось и нужно знать кому ты хочешь передать сообщение если у него есть ракушка он услышит это сообщение ты нам очень помогла видно я знаю а в обратную сторону работы они работают если есть ракушка вы можете использовать его чтобы отправить сообщение возможно они работают и даже у кого нет ракушек не знаю у нас не не было их так много чтобы ставить опыты и разрушать их нам нужно я перевью на свинюшку обидно ранил меня в самое кокоро что такое кокоро тоже с петухами связано да у которых тетеревяки кинулась грубо грубо кто-то еще спасибо вы планируете дождаться нас в порту в одессе ну я полагаю сниёру что мы не будем тратить день или полтора даром и попытаемся искать принцессу да все зависит от того насколько быстро мы найдем принцессу а порт свободен в порту очень много кораблей прям неожиданно много да есть парковок есть займите пожалуйста на сердецкого корабля который явно привлечет своим внимание там уже муске рук и уздушками был на его раздолбал раздолбал в бушующем море ну да точно там уже никакая мастеровка не спасет красиво поет обрываем связь с вами все пока выпиваешь воду перевернуть кровью фиолет и посаживаешься на первые узы стал понятий ну доставай ракухи да подожди нужно знаете получается эти ракушки были были у этого мертвого рыцаря и что спросим где сидите мрази тупые я рыцарь ты хочешь просто орать в ракушку оскорблении в надежде что тебя услышат и правильно тебя понял я с удовольствием посмотрю но это редко смотрели прием это бэм 12 20 28 34 действительно ты скорее происходит нечто такое что твоя магия которая находится тебе как-то переплетается с этой ракушкой своим броском скорее все понимаю что если бы пробовала виолетта маловероятно что это бы сработал потому что это все работает с помощью использования магии любой но до даши этот у сутки вряд ли бы сработал вот и чё ты говоришь прием где вы находитесь я пытаюсь говорить безвестными на рианского акцента где вы где вы есть разрушается сообщение доложите о том где вы находитесь я в городе мы в одессе с вами нужно срочное местоположение девчонку берегите давайте ей кушать три раза в день а очень важно ждите дайте координаты и ждите без оружия потому что с нами дипломаты они будут нас тут удаст роль неплохо если увидят оружие также снимите борьбу и вообще разденьтесь прокинь пожалуйста свой характер да есть там аратов же или что-то такое общение да да можешь вообще не добавить ну сохраняешь в любом случае характер да да я забыл сразу дайте мне еще три кубика еще три еще два благодарим 13 25 тоже выбрать из трех семерочек выкинул ты только хракер там взрывалась там все все окей ты супер копируешь не знаю чей акцент ты хотел бы скопировать семена иванова флешбеки начинают мелькать в твоей голове как ты вместе с неизвестным отцом в бассейне голые с ножичаками по молодости было с ножичаками вот как ты убиваешь своего брата всякое дерьмо заедал вот и ну пока нет ответа ежесекундного грубо говоря чем вы хотели дальше делать я делал все в лесник с донам взяв все ребят ушли мы они прокинули свое но остается только ждать может быть засесть подождать пока мы и пацаны чуть поищут или пока перезвонят если признают слову сколько у нас осталось ракушек ну было по-моему 5 или 4 минус 1 получили при я предлагаю на всякий случай взять по одной каждому мало ли куда он сможет занести в этом судя по всему не сможем если картина делится с вами да то мало вероятно что у вас это сработает ну да справедливо ну ладно тогда просто постараемся не разделяться ну что ж пойдем наверхнем я намерен сегодня следить за вами картин и полагаю что на этот раз обойдемся без татуировок верно ставьте слишком русские тату мастер оставила слишком серьезно после разговора с вильмой могут тебе хохламу набить гжель или лорусские портыки купола это тоже пошли не короче и он послать ну давайте вы проходите в целом это портовый райончик пройдя несколько районов действительно проходите много слышишь вес там на виньярский говор тут и там много достаточно их проходите небольшой относительно небольшой рыночек скажем так где продают торговля кипит честно говоря прям супер активно много товаров различных находите таверну само собой кабак кабак под названием пусть будет какая-нибудь голубятня там подают жареных голубей как же это было не странно рамазе рамазе почему рамазе ремонт механический завод вы находите голубятню таверну много людей в целом практически забита это таверна масса людей находится в ней заходите вовнутрь без проблем в целом вам наливают что вы там хотите здесь наливают не только козье пойло хочу сказать хоть вы к нему и привыкли уже приросли душой и телом людей достаточно много шумно гамна монт разные языки монтэнские местом она виньярские эти крещенты которые усушки то есть куча куча разных гомонов на вас вообще не расчет явно очередные торговцы сказать вот вы располагаетесь начинаете прибухивать наверно да поглась вот это мне к 10 пока всем не опять один на тебя вру 2 а брось еще по залу старую а еще к 10 9 прикольно хорошо вы начинаете прибухивать все хорошо вам подносят наливают выпивку все что вы заказываете через какое-то время прибухивания приходит сообщение если да неважно у кого там у кого там ракушка ну или она или один тебе на все отдали за логичнее предположить да тебе приходит сообщение просто прослушайте голосовое мы прячемся на выходе из города у южного выхода есть там небольшой дом покосившийся видимо заброшенный мы прячемся там я отсылаю смайлик банана и сможешь свою свою ракушку не ломать отправляющий ломает она развалит хорошо господа у меня есть координаты делал говорится в шляпе правда шляпу я не ношу вот беда вот смотри шляпу пойдемте это как если что на корабле ты нашел розовый костюм я препарате конечно вообще препарате говорится путь по ушу хватит оттягивать кота кота слышал я сейчас в общем это поет поет я я в кондиции все у меня все хорошо ли я думаю мы никого не будем брать с тобой верно к моему комп адрес провели эту нет я имею ввиду кого-то четвертым пятым а это вы прибухивали правильно вы двое тыс не пьянешь я не пьянешь какие-нибудь стойкость давайте с нужностью 15 не очень сложно у тебя все вернулась стойкость вся вся такая есть оригинальная мое драматическое ранение подзатянулось день прошел не подзатянулся даже дядь ночь пуха а ну да кстати так здесь это не заживает у меня один дополнительно сохраняем да точно еще же мало время 9 мне 15 ты прошел ты действительно в нужной кондиции а виолетта немножко под это видимо ночные прибухивания дали о себе знать я всегда нормальные кондиции порядке минус один сохраняемый кубик на всем пример как будто эти у них были разговоры вот вы идете по улицам смотришь к взрываю скорее да нет не настолько она прибухана но не настолько вы идете по городу город все такое же проходит через какую-то центральную площадь где стоит возможно главный терем губернатора князя этого одессы там достаточно много гвардейцев и мушкетеров монтейнских проходите дальше народ достаточно активно встречается на улицах действительно это хороший солнечный морозный правда все равно день я наверно шуба под низом и сверху розовый костюм тепло было морозить то нельзя себе вот все это проходит вы действительно оказываетесь перед замечаешь небольшой одноэтажный домик халупа по большому счету немножко покосившийся но окна заколочены дверь есть небольшая оградка которая уже практически сломана во многих местах все супер неухоженно но оттуда ничего толком не видно это здесь судя по всему прям практически у ворот находится буквально еще метров наверно 40 вперед там находится выход огромные арки наверное величиной с двухэтажный дом арка и там стоят гвардейцы и мушкетеры облака их нормальное количество они периодически ходят патрулируют основных примерно стоит около 6 человек который вот постоянные на воротах короче я вижу два варианта развития событий первое мы как спецотряд врываемся сразу стороны в эту несчастную избушку и всех там задерживаем или шестер и неизвестно сколько там ну принципе я готов я работаю могу взять на себя этих шестерых отлично либо вы тихоньку вот это вот подползаем как говорится они что должны быть без оружия я могу аккуратно их всех убить она видимо сегодня с утра не принимала жертвоприношения на корабле нервные аккуратно подкладываемся значит и и сзади разрезаем глотки и тихонько открываем двери и смотрим что там происходит возможно обойдется без крови но хотя бы на начальном этапе я думаю следует обойтись без крови я думаю виолетта тебе надо завязывать бухлом и соберешься и когда не заведешь свой корабль на рифы просто леди за этим чтобы завел ладно чё такого плана придет ваш план да хотя я вообще ну пока мы перекидываемся словами хотел оглядеть окрестности домик теоретически это можно как-то пробраться к нему действительно незаметно если за вами никто не следит да можно попробовать пойти по над стеной пусть там несколько домов стоят я ну вы не знаете внутри какая расстановка в этом доме следить ли кто-то из внутри оттуда но как бы можно попробовать подкрасть если там сбоку или например с тыльной стороны вполне вероятно я бы атаковал но есть один неприятный нюанс если в доме достаточно много отчаянных людей они пока мы будем сражаться с гвардейцами и мушкетерами на улице могут вполне попытаться прикончить принцессу а кого они ждут остался вопрос рыцаря этого поганого так а шо за рыцарь то было помните мне это ведут да это что-то которого убили в этом апраксе владимирова да который жулись такой ломбир письмо от королевы верно я это и хотела выяснить перед тем как ты начал звонить своему адвокату другу а что если кто-то из нас прикинется этим самым рыцарем наденет все черное у тебя есть да есть который но это только перчатка они ничего не дают так ты весь покрываешься тьмой да тебя окружает некая темная аура да ты бы расти ну ты слава похож на того рыцаря ну я слава похож на того рыцаря лукаш сказать что мне сожрал что-то не то у сура конце концов но нет а рикардо похож на но вы все в целом не очень похожи и по одежде в целом потому что он был в доспехах и внешне он похож был на айзенского трупа из вас к сожалению на айзенского трупа никто нам срочно нужен айзенский труп ладно так тварь план провалить таким способом решил ставить все все хорошо давайте займем все делом в конце концов в жизни принцессы и мелко давайте не заниматься капитан я вынужден напомнить что у меня есть свой корабль ты хочешь и мой корабль забрать займем взяли бухать больше давайте и на меня ты мне даже не отец как отец я делаю виллскан хорошее завершение сезона каков ваш каком и ваши доказательства подходит проходит зуба всему других вариантов не остается я думаю что имеет смысл прокрасть здание потому что по-другому очевидно никак да и маскировка нам надо признаться никогда не удавалось лучше мужа ну я вспоминаю айзен и переулок давайте прокидывайте тогда мастерство свое и если у вас там есть скрытность выживания к сожалению скрытности у меня нет но я готов поставки броски мне просто блестящий а вот это уже хорошо ну допустим 27 сколько 17 всего 20 вы видите что вы начинаете прокрадываться действительно с обратной стороны есть пароход скажем так за домами практически рядом с этой стеной то есть действительно дома построен практически вплотную к этой стене то есть такая хибары окраина скажем так для маргиналов построены вы видите начинаете прокрадываться к дому подойдя уже скажем так поближе пробираюсь через какие-то мешки с картошкой это продуктами из других домов которые откладывали видите что сзади в дом который вам то есть тоже дверь это же заколоченные оконные проемы даже на ставни скорее все заколоченные вы видите что на вас обращают внимание с поста с ворот охраны скажем так важно не те ребята шестеро которые стояли а те которые патрулировались крайне близлежащие к этому они не предпринимают никаких попыток там напасть на вас и остановить или что-то такое просто они вас заметили и наблюдают скажем так дальше посматривая на вас что вы будете дальше делать вот из дома никаких можете попробовать кинуть наверное свой разум в любом случае разум внимание что-нибудь такое все ну кто хочет лучше один внимательность грубо говоря свою прокинуть кардет у меня внимание нет 8 и такой 13 до 19 23 отлично слышишь из-за изнутри из этого помещения слышишь шор и какое-то пыхтение какие-то переговоры еле-еле не 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 цепляешь какие-то фразы конкретные но слышишь что там кто-то переговаривается вот таким вот голосом выделяющимся особенно вот ну и все в целом да какие-то шаги ты ждал ты получил слышишь да что люди заняты чем-то своими явно ну в общем что в таком случае осматриваем это здание с той стороны мы находимся на вича окон или дверей или подвальных помещений подвальных помещений нет но есть дверь и 1 став 1 1 пусть оконный проем забит из-за чего смотрели стороны деревяшками а другое там ставни забит его сложнее будет явно сломать если вылетать в окно действительно как аммон то через вот этот оконный проем один слева он находится от двери через него можно по большому счету попробовать ворваться господам дело в том что я говорю здесь на шёпотом дело в том что я совершил непростительную ошибку я приперся сюда без какого-либо оружия в принципе есть оружие которое мог правиться осталось там где-то под камином чем-то поэтому да я а шуметь то особо мне нельзя поэтому на меня не рассчитывайте в этом в этой схватке я постараюсь изолировать женщин и детей так там улава дотка поэтому вы там ну а ты не слышишь детский плач то есть скорее всего еще два в одном поэтому вы там это разбирайтесь если будет сопротивление а я бы разберусь если будет женщина профилированных же нет как всегда когда а который сейчас вообще ближе к вечеру пусть давали часов потому что сумерки нам когда помогает же темнеет немножко меркается даже не смотряется уже это зима усура то есть уже скорее уже темно да огни из других домов как-то освещают и на воротах естественно есть факела на выезде из города в таком случае я только понизил голос до полушепота мы будем проникать туда через один вход или я показываю на окно моё предложение следующее мы стреляют мы имитируем чтобы подумать имитируем гостей и гостей и этот стучился дверь что стучился в дверь так куда нам открывают пьяный велита врывается и месяц всех в кашу ну в таком случае виолетта месяц в кашу тут спасая женщина детей ну а я уничтожаю все что осталось нашим велита не вышла на улицу кровавой косой смерти поэтому план того другого плане врываться глупо потому что наведем шуму в конце концов выломав окна да это привлечет лишь внимание я могу сломать ногу пока бог будет врывать это вновь надеюсь здесь нет собак бояна все готовы значит увидишь что ты здесь стоишь что стоите здесь так кстати я тебя искать послал Витя ты что здесь делаешь почему ты в другом городе должен быть отчитаться пришел там обещали много золотых ну все я бы сам нашел пошел уходи ну мы изверги конечно я достаю свой клинок да и стучусь эфесом не сильно тяжело но так с нажимом в дверь да ты замечаешь стуча если действительно с нажимом ты чувствуешь что дверь ну не на замок ни на что не заперта скорее всего она подперта чем-то внутри вот но не так чтобы там на железный замок закрыта нет дом заброшенный скорее всего там уже никаких замков давно нет стучишься вы слышите какие-то шаги переговоры и кто-то и чей-то голос пароль вот к этому мы не были готовы на самом деле а не кто по национальности ну это без туману виньярец они подобрали национальности такие же примерно как и ваша а они же типа работают на сернет да да работают на сернету сернеты forever ты видишь что дверь распахивается и тебе в лицо направляется пистоль но я хочу отрубить руку потому что я стояла готова как бы это хорошо хорошо давай можно давайте кинем инициативу чтобы я перед дверь откинулся да сейчас мы кинем инициативу схватить руку и пытался потому что успеет ли раздаться выстрел вы видите что дверь открылась и на пороге стоит человек как будто бы Рикардо смотрится не в очень качественное зеркало бросаем свой характер битва двойников да я ждал этого эта битва не будет легендарной ой где эта чертова музыка ребята сумму говорить надо да говорите сумму говорите я вас слушаю девятнадцать сейчас подождите секундочку я музыку включу вот это как всегда начинаем с этой музыки весело так давайте я тоже прокину для ребят так рокхельм ни хера себе рокхельм остаты сейчас рокхельм это у меня тринадцать шестнадцать двадцать четыре сколько у вас нам кор сколько пятнадцать кор пятнадцать девятнадцать как тебе Рикардо сколько девятнадцать да я рядом девять я обогнал у меня один сохраняем минус один же виоланда хуже прокинула мы с ней двойниками виоланда восемь и эрнандо эрнандо прокинул всего лишь одиннадцать а да он держит руки пистоль да ну Рикардо эрнандо есть определенная связь я ему жопу засуну надо ж было так опозорить кистильское имя дрался бы как мужик торфиток вы видите что да действительно происходит это блин чё я только сейчас поняла что у них блять наверное кастинг был на то как ему похож ну скорее всего то есть сидели такие сервины один мы обозваем поколеть я почему то простите вспомнила анастасию где был подбор анастасии там этот бабулька бабуля я примерно так это и представлял когда продумывал третий сезон я себе представлял кожный диван и такой приходит и там сервец сидит трогана на ногу к архиве приходит такой я присаживайся я первый раз в этом бизнесе я первый раз в этом бизнесе хочу попробовать что то новое присаживайтесь никогда не был пиратов присаживайтесь вот камера смотрите представьтесь пожалуйста сколько вам бля 50 в мой самый самый горечий возраст то что нам надо придется побрить вас на носа к сожалению ничего страшного ну короче бывает private кастинг только это pirate кастинг pirate кастинг собственно 50 58 летний private кастингер рак а я за доминить не прокинуть а он не знает что то происходит во дворе вообще это это не двор вы постучали в дверь дверь распахнули и в лицо направили пистолет ricardo вы видите что окей да вы видите ты видишь наверное мы все равно все проходим целом стоите в бокам а тогда наверно только ricardo видит ты видишь какой то суету внутри видишь лысого мужика похожего как три капли воды как три ракушки на кархельма который берет принцессу девушку и выбегает через другой вход через центральный вход через парадный да какие там на улице угу и в принципе ricardo ходит я хожу да на тебя наставлен пистолет я так ну скорее всего ricardo не умеет садиться на шпагат просто преподаваю на колено и бью было бы красиво скорее ricardo ван дамм но попробует и вернуться так или иначе рикардо кей пожалуйста вообще не жалко рикардо нори путь уворачивается где ты чертов ренандо так три а можно мне еще несколько десяток а то у меня с ними прямо дефицит но у тебя же там есть цель нет прошу меня извинить у меня всего лишь 15 да да ну в таком случае я скажу офисер заен своим кастинским яйцам ну может еще нет я может прокину устойчивость такс что у нас тут как интересно потом ты если что то 25 попадаешь в любом сучке дай урон так мощь плюс 3 и сохраняешь 2 ага в смысле всего сохраняем 2 если это да мощь плюс 3 сохраняешь 2 ну посмотрим чем кончится дело прекрасно 20 ой ну 25 25 херна себе что вы за люди яйки 14 да 17 доносишь ему драматическое ранение одно драматическое ранение ну давай действительно попадаешь ему в яйки раз ты бедился в яйки настоящий костей вот ты видишь что он ты пронзаешь ему ну может в общем попадаешь ты видишь что он хватается за живот не разорвать пупочек он роняет пистоль давай попробуем попробуем не роняет у меня два кубика взорвалось из трех поэтому точно не роняет да он не роняет он опускает его в любом случае вниз хватается за живот выплывывает какую-то можно так говорить небольшой жест финал хода я прихватываю за волосы следующий раз когда соберешься забрать костейльца аскероса возьми рапиву отталкиваю ему голову курхель ну я вижу эту картину как рикардо мужественно садится шпагат 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 метился явно не в пузико но попал в пузико пожалел под конец рука дрогнула мужская солидарность а не по-кастейльски а в этот момент разоглядываю внутрь вижу как дед пердет убегает ты видишь распахнутую дверь да замечаешь спину ракхельма там еще ракхельма ракхельма там еще женщина стоит похоже с розовыми волосами да это барабан я бегу туда в таком случае в обход дому ну что за дедом да а а давай попробуем кинуть, наверное, в мастерство все-таки. И бег, если у тебя есть. Спринт у меня есть, с ума сли. Да, да. Да, да. Начинаются гонки пенсионеров. 18, 35, 41, я знаю. Как? 20. Я думаю, знаешь, как получается, он начинает выбегать, выбегает из этого и бежит в сторону города. Ты, наверное, бегаешь как раз с той стороны дома, которая ведет в город, прыгаешь по бочкам, по мешкам с картошкой, и ты оказываешься просто перед ним. Потому что у меня всего лишь 15 было, как бы. Бросай женщину, лысый чертила. Я даже позволю тебе что-нибудь сделать, если ты хочешь. сказать. Потому что, ну, как бы. В таком случае, когда я бегу, я вижу цель перед собой. Я хватаю. Мельдоний. Я хочу схватить, пока бегу, схватить мешок с картохой и запульнуть его прямо в лысую черепуху. Давай кидаешь. У тебя есть метание там, если не ошибаюсь, в грязной драке? Или импровизированное оружие? Налет на предмете. Нет, нет. Метание едет. Ну вот, используй метание и мастерство. Ну попробуй. У тебя еще не грязные приемчики. Ну, это грязные приемчики там не так работают, я вам искать, но не важно. Сегодня не мой день, ребят. 12 на 4. 13. Ким. Свою мощь. И сохрани. 1 кубик. У меня 1. Одновность 1убик, не scratch 3. 9. 9. Заряженная силой. Да, ты швыряешься. Он по другим. Облетает принцессу. И прилетает в плечо, наверное, ему. И в грудь. Постанавливая его, и ты в этомМегмаин. И говоришь свою страшную фразу. Эрнандо в этот момент, да, ты держишь его за волосы, он, видимо, в какой-то момент приходит с себя и пытается выстрелить тебе просто снизу вверх. Ну я могу уклоняться. Ну да, тут только работа ног. Без проблем. Мастерство плюс? Да, мастерство плюс работа ног. О, отлично, наконец-то, хоть что-то произошло. 23 у меня сошла. 30. Ладно, мне нравится. Да, действительно, ты видишь, что, видимо, Рана все равно дает о себе знаки, он не слишком ловко это делает и ты, возможно, за голову просто толкаешься. Ты слышишь, как сзади тебя расстается выстрел пистоля и, наверное, краем глаза как раз ты смотришь на вход, видишь, что охрана, во-первых, видела вас до этого и теперь начинает суетиться и двигаться в вашу сторону. А в сторону их с оппонентом или в сторону? Да, скорее в сторону их, потому что там мешком Бракельма, связанная девушка, руки сзади связаны, с животом достаточно большим и ходит Виолетта. Передо мной кто сейчас стоит? Рядом с тобой стоит Рикардо и стоит во входе раненых живот Рикардо 2. Внутри в помещении стоит разоболосая девушка с достаточно тяжелым топором в руках. О, нет, да. Я вижу раненого Рикардо 2, они у меня такие... Да, ты еще прибуханная, да, тебя что-то немножко ведет. Я надеюсь, что сейчас не будет классический сюжет, но я настоящий Рикардо, нет, я настоящий Рикардо. Не настолько, если приглядеться, то себе. Ты же самый любимый. Я смотрю, Рикардо снял эту. Чтобы не выглядеть как говно. Да. Пиратская кофе Рикардо. Я смотрю на пиратскую кофе Рикардо и делаю шаг вперед и хочу ему подрезать что-нибудь. Ну, кидай мастерство и атака. Рикардо с Алиэкспресс. Пусть он в этот момент достал уже небольшой нож. И, собственно, на шпагу. Он умеет сражаться двумя оружиями. А пистолет он бросил, да? Ну, он выстрелил, да. Ну, у него уже одно зарядное. Пока перезарядишь, полгода пройдет, корок засыпешь, поэтому... Шестнадцать. Он попробует спарировать твой удар. Сейчас. Шестнадцать, да, у тебя? Шестнадцать. Они могут, типа, сколько угодно могут они делать спарировать? Нет, нет, он два раза может все. Ну, второй раз и делает. Ты не активировала свой меч, правильно? Ну, я не сказала об этом, так что нет. Тогда, да, ты видишь, что меч обычно летит в твою сторону, но ты видишь, что он поставляет гарду, наверное, своей рапиры под твой меч. Она соскальзывает следом по шпаге и парирует с легкостью. На изи парирует ее удар, несмотря на кровь на животе у него. В этот момент ты видишь, что, да, наверное, Виоланда выскакивает в твою сторону и пытается... Да, просто, наверное, по-спартански просто ушатать тебя с ноги и сказать... Это тебе же Виоланда, тварь! Ты смеешь тут? Да. Почему нет? Кидай. Я могу вернуть? Мастерство и, наверное, если ты уворачиваешься, то у ворот, да? У ворот. Это работа много. Ну, я не знаю, у меня была полна. Да, да, была. Это базовый навык. 20. Ты видишь, что нога устремляется в твою сторону. И, видимо, очень удачно Эрнандо парировал твой выпад. Ты немножко направляешься вперед, и в этот момент тебе как раз прилетает ногой, мощной ногой, не менее мощной, чем у тебя. Ну, всего лишь на 7 урона. Просто тебя бьет в живот, наверное, или в бок куда-то, отталкивает немножко назад. И теперь стоит 2 пиратских копии и 2 оригинала. Рокхельм, видя это все, оборачивается назад, видит охрану. Бросай женщин и детей, подлина. Тогда отпустите нас. Где Прими? Отдыхает. Ты Монтигю? Это насекомое. Кем притворялось насекомое? Отдыхает на там свете. Ага, ага, ага. Нам нечего ловить. Забирай принцессу и сами разбирай, если дерьмо. А мы уходим. Договорились? Приятный вечер. У него сразу 5, он тоже не дурак. Ну зачем умирать просто так? Может вечером в баре увидимся? Хорошо, главное не убивайте. Давай. Нам, наверное, стоит идти. Наверное. Охрана рядом. Ты бы это, пьяная Виолетта, поэтому ты лучше далека позови своих. Уходим! Я всегда донизирую своих. Следующий как раз рекорд, вы слышите это. Видите, что Рокхельм кричит, что мы уходим. Типа, все, окей. Видишь, что этот стоит еще какое-то время. Эрнандо, держа шпагу в левой руке. В правой руке. Да, в левой. И нож в правой руке. И, ну, замерз. Он тоже левша, да? Да. Ожидаю. У нас хороший кастинг был. Ожидаю, ну, какая будет ваша реакция. Вот как раз твой ход. Что ты делаешь? Не, я на самом деле думаю, и Рикардо тоже стоит думая, потому что ему не слишком хочется отпускать все это. Сигнал еще тоже слышит. Наверное. Ага. Не знаю. Лысый. Пойдешь-ка не в куман. Все равно больше делать нечем. Согласен. Давайте сделаем честно. Я сделаю бросок разума. Как хочешь. Сам себе сложность назначить. Какая средняя сложность? Средняя 15. 15? Ну, у меня выпало всего 5. Ты одним кубиком хотел сделать 15? Да. Ну, он же мог взорваться. Почему нет? И что значит 5? А я вот не знаю. Он не атакует. Он, говорю, он стоит выжидающий. Он услышал сигнал, что мы уходим. И он, ну, как бы, он не опускает оружие, потому что не знает, чего ожидать от Яны и Виолетты. Никто не знает. Вот. Рядом стоит Виоланда, тоже замешкавшись, отходить или не отходить. Вот. И они, собственно... Ладно, пускай будет так, бог с ним. Не будет проверок. Я некоторое время стою, держал свой клинок на изготовку. После чего, наверное, ну, перемещаюсь в сторону Виолетты, следя за ее реакцией. И... Эй, сура, бля! Эй, сура! Ну, тогда, наверное, это же послуга плечом слегка тебя загораживает их. И произношло... Надеюсь, больше не увидимся. Че? Че? Хорошо, бери. И он так же, ну, не опуская толкового оружия, зубиной уходит из дома, выходят вместе с Виоландой через центральный вход. Ты, если что-то хочешь, можешь... Ну... Да, я хочу за ними пойти. Ты нападать хочешь? Или ты просто за ними идешь? Ну, я думаю, мы тоже следуем за ними. Я не знаю, честно говоря, так как я немножко пьяненькая, я бы хотела... Немножко. То есть, я понимаю, что ты... Ну, то есть, ты не в дровищу. Да, ты не в дрова. Да, вы не столько выпили-то, но пьяненькая, да? Жаль, я хотела на нее сзади накинуть просто и устроить бабскую драку, типа. А давай, почему нет? С мощью 5. Я говорю, это фу! У меня тоже мощь 5. Я говорю, это нельзя. Я так говорю, пока они идут, я вижу, что они все идут. Ладно, это просто в моей голове, бери. Сначала Эрнандо и Виоландо, а следом выходит... Удвое остальных ваших... Я там говорю, женщину дай. Да, она рядышком стоит, она не до конца, но она вас узнает, она просто удивлена, что все разные, она беременная на позднем сроке, тошнит, скорее всего. Я говорю, я смотрю на него и говорю, это, ну вы, типа, выбирайте все, начальников-то получше. Вот, например, я неплохой начальник, у меня есть чудесное судно, необходимо команду набирать. Судно-то я видел твое. Вот, ты сам знаешь. Хорошо, знаю. Мы здесь так стоим, разговариваем посреди дороги, там люди бегут. В общем... Не, а вы видите, что когда вы все встали, просто общаетесь, охрана подходит, возможно, спрашивает. Все нормально. Да, вы говорите, что это случайный выстрел был, Эрнандо прикрывает, ну, кровь на пузяке. Вот, и вы, в принципе, они, в общем-то, смотрят на этого, на Рокхельма какое-то время. Виоланда говорит, я пойду в порт. У меня мощь 5. Ты че ржешь, дед? Ничего, напомнила мне значку. Вася? Его тоже. Она говорит, я пойду в порт, разберусь. Узнаю, может быть, какой-то корабль отправляется. Мне здесь делать больше нечего, если у вас нет ко мне никаких претензий. Да погоди ты. А куда вообще вы собираетесь держать путь? Я, наверное, в этот момент прячу свою меч, чтобы уже как бы не обострять ситуацию. Господа. Она обещали за это заплатить. Кто обещал? Ну, в этот. Весь комы? Риме. Так у нас на корабле до хрена золото было. Че уж вы. Ну, ты думаешь, там осталось столько, сколько было? Эй. Надо было команде-то платить. А, это да. Молодец. Твоя ж команда. Мы же нам сказали задачу, мы выполняли задачу. Молодцы. Отыгрывали на 100%. Молодцы. Отыгрывали. 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 Пойдешь ко мне в команду? Да пойду. Ну все, пошли. Лично. Но равно я ничего, кроме как на корабле плавать-то не умею. Ну, я вижу. Топором махать. Мне такая прям приличненькая секира. Вестонмен наинярец. Так Говар-то. Лицо мое, видишь? Братишко, браток. Все, классно. А и вы в дуэм тоже можете. Че, у нас команда маленькая, приходятся, говорится, лица одинаковые. Нам-то толком ничего не говорили. Сказали, вот ваши корабли теперь. Чудно. Сопровождайте меня, нам нужна будет принцесса, ухраняйте ее. Мы, собственно, ничего с ней-то и не делали. Мы ухраняли. Молодцы. Чтобы никто ее не взял. Она чертовщина творится. Да? Почему? Чем ближе к родам, тем хуже. Все время какие-то трещины, порталы, оттуда всякие твари вылазят и лезут к нам как на мед. Медведи, в смысле. На мед. И вы все это время держали оборону от этих ужасных созданий? Ну, на корабле это было проще. Там команда. А пока, вроде бы, вот тут два дня, которые мы прятались, все вроде бы спокойно было. Ну как? Кажется, времени у нас не так много. Стало быть, надо быстрее в путь. Принцесса, ты в порядке? Принцесса, ты в порядке. Пока воды не отошли, возможно. Ну да, лесник не глупый, он выживал очень долго один в лесу, бухал и выживал. Он не бухал, не бьет. У вас Фрэнки есть. Но он не на вашем корабле. А Фрэнки... А кто сказал, что он не на вашем корабле? Фрэнки на экстральне. У него есть медицина. Я его специально сделал с медициной. Ладно, тогда почапали на корабль, там разберемся. Чапали на корабль. Да. Да. А Эрландо и Виоландо, что? Как понимаю. Они тоже с ними с нами. Я всех позвал. А, понятно. Ну, Виоландо какое-то время думает, подсидеть ли тебя или нет. Они идут в любом случае с вами. То есть они и собирались в порты, и не против, в общем-то. Ну, Рокхельм так вообще, ему нормально. Мы ее видим, ну, такая безвыходная. Нечем было больше заниматься. Вот. Вы доходите, возможно, ведете какие-то диалоги. Может быть, не ведете. Уже стемнело. Подходите к порту, видите, как на ваших кораблях... Факела говорят. Это огонь. Такой был. Я думал, чем так. Ждет. Лесник стоит, как всегда, перед трапом. Я говорю, с них познакомся. Что за дерьмо? Я не про принцессу. Это дерьмо зовут Рокхельм. Так мы знаем, это самозванцы. Ну вот, они, короче, все осознали, приняли. Чуть чуть не это, подкили мне пропустили. Ну вот, все, теперь они часть команды, часть корабля. Можете пропускать? Можете пропускать? Я все-таки под гель. Нет, ну пока нет. Доброе дерьмо. Ну, короче, пока нормально. Согласились сказать, стать членами экипажа. Нормальные пацаны. Познакомишься, поймешь, что нормально. Работали. Работа такая, как говорится. Замещать, бро. Все нормально? Хорошо. Это, дай я там вместо койку, какую-нибудь каюту, все хуйня. Да, найдем чем заняться. Вот. Чего? Ничего. Что? Тем временем... Усурские слова. Место не менее яркие. В общем, это, тем временем, принцесса, пройдите в каюту, отдыхайте. Лесник, ты же это, ты же оленю в своем лесу роды принимал? Ну, суслики, олени, водки, но... Вот, здесь совершенно ничего особенного, то же самое партическое. Толь врагов нет. Надеюсь, что... И вряд ли кусаться будет. Где ваши вильма вот эти все? Да нет, в пути. Завтра, послезавтра будут. У нее явно чуть больше знаний. Ну, посмотрим. Чего, куда деваться? Вот, вот. А что будем с ребенком? Он так, чуть тише спрашивает, чтобы... Ну, этих... Пусть Джон провожает этих остальных ребят. В принципе, я не знакомый, в общем-то. А Лесник говорит... Мы поплывем с новорожденным ребенком на корабле. А что делать? А потом еще 7-го острова делать. Ну, его... Тише, тише, тише. Ты что, ты что, ты не уверен на корабле, остановись. Нет. Я думаю, там разберемся. Но я полагаю, что этот ребенок, скорее всего, будет передавать свои магические силы. Насколько я разбираюсь в магических опознаниях, я разбираюсь. Почти фокус пока. Я видел твоих опознаниях, в хижине, в лесу. Ты что, за бороду потайпал? Вот. И вот... И вот... И вот... Насколько я знаю, этот ребеночек может передать... Возможно, сможет перекинуть свою энергию на вот этот вот порт. Я не знаю. Что ты докупался на мере? Там будет видно. Бивать никто и вредили. Я не хочу взорваться на острове. Ну так не взрываемся на острове, проблема. Пошли корабли селить, дытик. Боже. Стремный ебда. Не стыдь. Все нормально будет. Хорошо. Верю тебе, капитан. Вот красота. Пока отдыхаем. Пока. Что делаете? Деда спать. Смотри. Деда стол? Окей, да. Вы когда уже наступает вечер, команда, видите, что проверяет всякий рангоут, паруса, ванты, мачты, рей. В общем, список проще. Нет, нет, нет. У меня и записано, да. Но я запомнил, честно говоря, за три сезона. Проверяют состояние корабля. Потому что ты сказал, что скоро отправляться и так далее. Поэтому они в целом готовятся к отправлению. Вот. Ты видишь, что через какое-то время к кораблю прилетает двухглавый орел. Ты... Небезызвестный. Что тебе надо? Он приземляется. Меч. Крылья. Трехручный меч. А изменился ты, Антошка? Подумал, что все... Чувствую себя... Проникся вот этой вот мерзкой человеческой натурой. Стыдно стало, что как-то не по-человечески я... Все-таки наше... Наши отношения, я бы даже сказал, кое-чего-то значит. Отправлюсь с вами. Ну хорошо. Приходится. Приходится моя помощь. И возможно. Для этого я и пришел сюда. Возможно. А то ветеран все хочет взрывать. Я не могу. Что-то на ветеран. Срогу с ним. Хочешь корму? Че? Корму к ничему хочешь? Я выпить хочу. Ай, уже не то, что было рай. Ты что не поил попугая. Споил, вернее, наоборот, попугая. Ну пойдем пить тогда. Пойдем. Пойдем пить. Ну я думаю, мы так, Илья, начну, собираемся компанией в кают-компании. Да. Напоследок. Хорошо. Вы тогда, наверное, сидите в каюте. Заходит. Ну, с Антоном. Распиваете. Видите, что он попивает. Алкоголь. Вместе с вами. Говорит. Ну, когда вас присаживаетесь. Говорит. Виолетке, наверное. О том. Я. Сопроводил твоего дядю. Видимо, вместо тебя туда, куда он хотел. Передал он. Попросил передать. Конечно, такие вещи стоит, наверное, говорить лично. Но сказал, что не считает тебя больше своей семьей. Он был брошен не один раз с тобой. Если у тебя есть дела поважнее, то он, в принципе, готов это понять. Он сможет достойно почтить память твоей семьи. Я сопроводил его. Он надеялся, что в безопасности. Сопроводил его куда? Он просил не говорить. Но не в последний путь. Каковы ваши доказательства? Планы. Я знаю, что всегда планы были легендарные. Пока я был попугаем. А что же. Полагаю, планы у нас только один на месяц. Добраться до этого острова и устроить то, что мы научились устраивать лучше всего, не правда ли? Землетрясение, кораблекрушение, светопреставление, что угодно. Лишь бы, знаете, как-то я, наверное, отхлебываю с кружки. Когда я стал путешествовать вместе с вами, когда я только начал, мне казалось, что мир это огромное и непостижимое место. Но сейчас, побывав везде, насмотревшись чудес, от которых раньше шарахался, я понял, что мир, в общем-то, судившись до размера булавочной головки, оказался все таким же интересным местом, за которое стоит сражаться. Да, ты, конечно, умеешь говорить, тебе надо в своей команде речь толкать. Я учился лучше. Тихо. Ну, как говорится, как говорил мой дед, да. Всегда интересовал вопрос, а был ли дед? Не, ну, откуда глядь? Гляда, прибыл утки. Откуда что? Да, кстати, к Археену, мне тоже всегда было любопытно. Здрасте, блядь. У вашего, я же откуда глядь, я бы появился. Сначала был дед мой, потом был папка мой, с мамкой, потом я появился. У вас так это работает. И что, он правда был таким кладезем мудрости и сыпал афоризмами направо и налево? Всякое бывало. Чем он только не сыпал. Песком. Ну, в общем-то, как и с моим дедушкой. Надеюсь, все-таки увидите. Так или иначе, плана нет. Импровизируем, как и обычно. Потому что, ну, откровенно говоря, я не знаю, что там будет. Ну, приедем, мы найдем артефакт, череда, или я не знаю, что он остров сплыл еще. Нам никаких информаций не давал от того, там будет артефакт еще копить, херопей. Приедем, посмотрим, что можно сделать с ребенком. Само собой, никто его убивать и ранить не будет. Не знаю, я с нами не с ней, Не-не, я вот, а что-то две, как-то. Конечно, пробовать его, никто не будет. Посмотрим, как можно решить проблему так, чтобы все остались довольны. Сейчас мы ждем Вильму. Да, наверное. Потом сразу отправляемся в путь. Вообще? Я могу попробовать найти их корабль, по крайней мере, попробовать полетать когда-то в сторону того маршрута, куда ты их отправил. Так может, мы и тронемся побыстрее, а ты будешь искать и направить их к ним сразу. Догонят. А? Чтобы они догнали. И корабль явно быстрее. Все верно. Чтобы нам время не терять. Зря. Вполне резонно. Ну вот. Хорошо, тогда не буду терять времени зря. А сейчас ночь, как я понимаю, на дворе. Ну, я так полагаю, что все-таки ночью не совсем разумно уходить. Это высшее существо. В раннем утром. Тоническое, неописуемое. Он может летать ночью и днем. И он выпил. За рулем аккуратнее. Он вообще, по-моему, про вас говорил. Да, я имею в виду выход наших кораблей. За Антона я не беспокоюсь. Мы на утро стартанем. Вильма просто должны приплыть, только получается на следующий день. Тогда да. Тогда это разумно. Вот так вот. Тогда в этот раз точно до встречи. Нчи, как ветер. Он выходит, да, из вашей каюты и... Слышите, это чайка? Ну, в чайку превратился мы. Он трансформер. Как гетер. Нет, он трансформер. Не надо. Мне вот этих вот... он гетеросексуал. Он отправляется вы че? Еще что-нибудь хотите? Вы допиваете, наверное, расходитесь потихоньку. Проходит ночь, спокойно. как вы плыть собираетесь? Я хочу спросить еще раз. Ну, нам нужно делать большой-большой крюк. Да, по большому счету весь континент отплывать. Альтернативных путей у нас, как я помню, нет. если есть какие-нибудь телепортаторы. Ну да, только телепорт. Так, по большому счету, никаких оснований. Ну, мы не найдем же его так просто. У моря же таблищик, здесь телепорт. К сожалению. Поэтому только, наверное, кружным путем. Ну, может быть, я где-нибудь под утро, или можно реперспективное, что я в лесниках, когда он отправил искать, собственно говоря, бравых ребят, сказал, что поглядеть здесь какие-нибудь ну, возможные варианты волшебников или типа того, которые... Короче, кто-нибудь сможет нас, настолько сильный, что сможет корабли начать... Деньги-то, мне кажется, это немножко не по-усурски. Единственное, кто мог бы что-то подобное сделать, это ребенок, который родился и был бы, умел бы управлять своими силами. Кто умеет стимулировать родовую жизнь? Ну, стало быть, плывем. В таком случае просто плывем. Но, можно было бы, конечно, попробовать поплыть через восток, получается. Через право? Да. Через огненный... Через катай. Ну, в смысле... Да-да-да, я понял. Через правую часть карты. Да. Вот, но там стена огня, и фиг знает, как ее плывать. Ну, в ту сторону, в принципе, ты не плавал, ты не знаешь, что там за воды, шалова знает, как через огненную стену проплыть. Да, мне еще застали по шалу. Шалова, да. Где шалова неизвестно. Может, через ракушку связаться. Потеряем время. Мне кажется, мы достаем. Хотя у нее, по идее, нет ракушки, но непонятно, как. Хотя, скорее всего... Я говорил, получателя должна быть ракушка. Да, получателя должна быть ракушка, потому что этот хрен, который... У реципиента должна быть связь. Пейджер хотел. Ладно, хер с ним. Не буду продолжать. Ну, чем дольше мы пытаемся выбрать, тем больше мы тратим временем. Может быть, пустимся в дорогу? А вы или по реке, которая по праву с Большого озера плывет вниз, через Катай? В смысле с Большого озера? Вы же наверху. Мы сейчас в Одессе. Это знаешь где? Где посередине горы? Дегатернамо, да? Ну, чуть правее. Видишь там островок, разделенный двумя реками-дельтами? Вот в этот островок и есть порт Одесса. Вот так? Да, вот эта пипка есть Одесса. Ага, тогда это, ничего не остается делать, пульбиды и плыть через какой-нибудь континент. Хера, заводи! Ну, а это прилично времени займется, как бы, наверное, недели три, а то и больше. В зависимости от погоды и всего остального. Ну, что делать? Не быстро плавать, даже, может, подольше. Вот, я думаю, что на корабле по-любому есть припасы, потому что Рокхельмы, они собирались, наверное, тоже куда-то дальше плыть, поэтому, в принципе, триумно забиты едой, вот, достаточно качественные и всем остальным. И на утро вы, я так понимаю, собираете команду, командуете и да, отправляетесь в свое похождение к острову, острову, который поднялся. Я думаю, что делаем перерывчик как раз. давайте. И к финальной части нашего приключения приступим к острову и всему, что ждет на пути этих трех недель. Вот так вот. Все, всем, кто на YouTube, сейчас был, что надо говорить, всем, кто на YouTube покеда, увидимся в следующей серии, в финальной серии вольных торговцев Седьмого моря. Когда мы заплывем через неделю. Через три недели будет следующий эпизод.